Издательство Эксмо. Татьяна Устинова, Павел Астахов. Оплаченный диагноз. Гречку я безобразно разварила. Получилась нерассыпчатая каша. О какой наша снаткой бабушка говорила, крупинка к крупинке, а липкое, бурое месиво такого вида, будто его уже один раз съели. Пахло оно, впрочем, хорошо, за что отдельное спасибо гачтовской, это непонятно, может быть, просто фермерской или это ошибка гостовской говяжьей тушенки. Сенька, всегда готовый к новым авантюрам, бодро сказал, будем есть это с закрытыми глазами, так даже интереснее. Тогда бери ложки, а не вилки. Меньше риск травмироваться, если вы с закрытыми глазами промахнетесь мимо рта. Поддержала я эту затею, даже не из желания, чтобы дети поели горячего, а пытаясь отвлечь Сеньку от беспокойства за куда-то пропавшую натку. Я, пожалуй, и глаза, и рот закрою. Пробурчала Сашка, покосившись на кашу с нарочитым отвращением, но с полминуты понаблюдав за братом, уплетающим несимпатичное угощение сахами и причмокиванием, тоже энергично заработала ложкой. Я сняла фартук, не забыв вынуть из его кармана свой мобильник, и тихо вышла из кухни, плотно прикрыв за собой дверь. Кажется, зажмурившиеся едоки моей ритирады, это что, не заметили? Укрывшись подальше от чутких маленьких ушек в своей комнате, я вернулась к тому, чем занималась до прихода детей и из-за чего у меня разварилась несчастная гречка, к обзвону городских больниц. До возвращения Сашки с Сенькой я успела пообщаться с дежурными по четырем номерам. Скорость, конечно, не впечатляла, но быстрее никак не получалось. Наверное, в Кремль дозвониться легче, чем в больницу. Меня утешало то, что Машка, верная подруга, точно так же, как я, висит на телефоне, только идет по списку медучреждений с конца, и у нее на 21.00 результат аналогичный, минус 4 больницы. Ни в одной из них больной Натальи Сергеевны Кузнецовой не было. Имелась одна Наталья Васильевна, но 42-го года рождения, то есть точно не наша Надка. Ее за 80-летнюю бабушку даже с закрытыми глазами никто не примет. Мобильник вдруг зазвонил, а я, замороченная попытками дозвона до богоугодных заведений, даже не сообразила, что это меня вызывают, а не наоборот. И с размаху, пришлепнув трубку к уху, отработанным льстиво-просительным голосом, завела уже привычное. «Здравствуйте, это больница? Подскажите, пожалуйста, есть у вас такая пациентка, Наталья Сергеевна?» «Да», — рявкнула мне в ухо знакомый родной голос. «Я у них есть, в том и проблема». «Натка!» Я завопила так, что эхом стал звон упавших ложек и грохот сбитых табуреток. «Живая! Ты где?» С дробным топотом прибежал из кухни Сенька с горящими глазами и перемазанной кашей мордочкой. Определённо промахивался мимо рта. Не отставая от брата, примчалась Сашка. У неё лицо было чистое, но взор точно так же сиял надеждой и любопытством. Я сделала им знак остановиться на месте и не стала включать громкую связь, чего дочка потребовала выразительным жестом. Судя по истеричному голосу Натки, ей и с одним собеседником связано говорить будет сложно. «Где? Да в...» Сестрица виртуозно зарифмовала вопрос и ответ. «Ого!» Обычно Натка так не ругается. Хорошо, что я не вывела её на громкую связь. «А точнее?» — спросила я, решив, что сейчас не время дискутировать об уместности ненормативной лексики. Точнее, в госпитале. «Лена, в ковидном». «У тебя ковид?» Я схватилась за сердце. «У меня положительный ПЦР. Но это ещё ничего не значит. Полно таких случаев, когда анализ ошибается. Я точно знаю, что здорова», — заголосила Натка. «Постой, если ты здорова, почему тебя скорая увезла?» «А, ты уже знаешь», — сестрица сбавила тон. «Да потому что я дура. Сожрала ночью несвежие суши с пирожным и ещё йогуртом всё запила. Вот меня и скрутила в дульку. Траванулась я, Лена. А студенточки на скорой меня в больницу к хирургу повезли, а там тест сделали, а он оказался положительным, и меня, опаньки, сиреной в ковидный госпиталь». Я молча подняла брови, переваривая эту историю. Натка в образовавшуюся паузу шумно подышала и сменила тон на слёзный. «Лена, вытащи меня отсюда. Сейчас у меня нет никакого ковида, но если я задержусь тут, точно будет». «А как ты себя чувствуешь?» «Как ни странно, нормально, живот уже не болит, и диарея почти прошла». Я поспала и проснулась как новенькая, смогла даже выпросить у соседки её мобильный, чтобы тебе позвонить. Мой разрядил насмерть. «Вот почему ни я, ни Костя не могли тебе дозвониться». «Ты что, уже втянула Таганцева?» Сестрица рассердилась. «Ну, Лена, чем ты думаешь? Он же сорвётся из своей заволжской глуши, не оправдает надежды начальства, не получит майора и испортит себе карьеру. А я твёрдо намерена в будущем стать генеральшей. Не ломай мне эту перспективу, не будораж Таганцева». «Да, вижу, ты действительно неплохо себя чувствуешь». Мне и самой после этой пламенной речи сестрицы стало легче. Обычно Надка, стоит только ей захворать, звонит мне, чтобы в очередной раз взять с меня страшную клятву. Если она умрёт, я усыновлю Арсения. По логике, попав в ковидный госпиталь, сестрица должна уже диктовать мне завещание, а она вовсе не собирается на тот свет, всё ещё метит в генеральше, значит, и вправду чувствует себя нормально. «Сенька, кстати, у нас тут. Сашка забрала его из школы», — сообщила я будущей генеральше. «Не сомневалась в вас». Голос у Надки был командный, как у маршала, не меньше. «Теперь так. Приказываю вытащить меня отсюда как можно скорее». И снова сбившись на плаксивый тон, она зачастила. «Тут сущий ад, не госпиталь, а лагерь строгого режима, и мы не пациенты, а заключённые. Только не в одиночных камерах, а по двое в боксах. Перегородки тонюсенькие, со всех сторон хрипы, стоны, свет горит днём и ночью. И медики только что в луноходах не ездят, а так бахилы, перчатки, скафандры, шлемы. Всё при них. Вообще непонятно, кто внутри, мужик, баба, инопланетный, чужой. И разговаривать не хотят, даже не слушают, как будто я пустое место, и розеток тут нет, чтобы смартфон зарядить. У Розы тоже вот-вот аккумулятор сядет. Что мы тогда будем делать?» Машинально договорила я за сестрицу, голос которой из трубки пропал, как обрезанный. Очевидно, мобильник Розы тоже приказал долго жить. «Ну что? Что?» Увидев, что я закончила разговор, загомонили и запрыгали дети. «Тихо!» Я подняла руку. «Спокойно!» Надка попала в ковидный госпиталь. Есть надежда, что по ошибке. Чувствует она себя хорошо. «Так надо забрать её оттуда поскорее!» — воскликнул Сенька. «Устами младенца!» — пробормотала Сашка. «Мам, а где находится этот госпиталь?» «Не знаю». Надка не сказала. Я расстроилась, что не выяснила у сестры её точное местоположение. Впрочем, скорее всего, она и сама не знает. Будем искать. «Идите пить чай, не мешайте мне». Я взмахом руки отогнала детей подальше и позвонила Машке, чтобы поделиться с ней новостями и спросить совета, как действовать дальше. «Меняем тактику», — выслушав меня, сказала подруга. «Звоним не в больнице, а в инфоцентры по ковиду. Спрашиваем, где у нас такие госпитали». «А инфоцентры?» «На сайте мэрии есть телефоны. Действуем по прежней схеме. Ты начинаешь с первого списка, я с последнего. Приступаем». И Машка отключилась. Я зашла на сайт столичной мэрии и нашла телефоны информационных центров, куда можно звонить по всем вопросам, связанным с вирусом. Набрала первый в списке номер и, повинуясь инструкции робота, если вас интересует то-то, нажмите цифру такую-то, битых пять минут слушала записанные речи о том, как важно сделать прививку, а также правильно мыть руки и соблюдать гигиену. Человеческим духом в телефонном инфоцентре и не пахло. Живого голоса я ни одной из добавочных кнопок не услышала. Набрать второй номер, указанный в списке, мне помешал звонок Таганцева. «Лена, я дернул знакомых парней, они проверили. Наталья звонила тебе из Москвы. Все девять вызовов, из разных мест, но точки на одной линии. Похоже, это она в дороге была. Не понимаю, куда и зачем ее вдруг понесло». «У этих твоих парней рабочий день до восемнадцати часов?» догадалась я. «Ну да, а что?» «А то, что где-то в половине седьмого вечера я все-таки дозвонилась, но говорила не с Наткой, а с Розой. Впрочем, это не важно. Опуская подробности, история у нас такая. Натку по ошибке увезли в ковидный госпиталь. Она в порядке. Я говорила с ней минут пять. Пометуя о желании Натке стать генеральшей, я выдала капитану Таганцеву урезанную и отредактированную версию происходящего. Проблема в том, что я не знаю, где этот госпиталь. Твои коллеги могут это выяснить. Правда, запеленговать мобильники, или как это у вас называется, не получится, потому что они совсем разрядились. Но, может, не вникай в технологии и давай номера телефонов. Ты сказала мобильники, значит, там не только Наткин. Ага, есть еще номер ее соседки по госпитальному боксу. Сейчас пришлю его тебе. Я обрадовалась, что Таганцев не сказал, мол, это невозможно. Наши спецы не сумеют узнать, где находятся владельцы мобильных, если их телефоны выключены. Видимо, все-таки могут. Ватсап кидаю, лови. И жду адрес госпиталя. Обещанный адрес я вскоре получила, но что с ним делать дальше, не знала. Не мчать же ночью на конях, как красные мстители дьяволята из старого кинофильма, чтобы отбить нашу Натку у захвативших ее врагов. Во-первых, медики в ковидном госпитале не враги, а герои. В этом нет никаких сомнений. Во-вторых, пациентку с положительным тестом на коронавирус никто из госпиталя не выпустит. Это тоже очевидно и не обсуждается. Но что, если у Натки действительно нет пресловутой короны? Ведь столько случаев, когда тесты ошибаются. Не зря ведь у всех на слуху словечко ложно-положительный, а в госпитале бок о бок с заболевшими людьми бедняжка Натка точно подхватит модную заразу. Значит, надо вытащить ее оттуда как можно скорее. Мысли мои теми самыми конями поскакали дальше. И кавалерийским налетом сходу захватили стратегическую высоту, ранее казавшуюся мне неприступной. Я обрела понимание, если другого выхода нет, придется нарушить закон. Тут же я устыдилась и стала себя корить. Елена Сергеевна Кузнецова, вы у нас кто вообще? Атаман банды махновцев или слуга закона Российской Федерации? Что это за мысли такие? Нарушить и приступить? Вы же, между прочим, только в прошлом месяце осудили бабулю, которая сбежала из больнички с подтвержденным ковидом, руководствуя статьей КОАП. Несоблюдение обязательного режима изоляции с момента заболевания новой коронавирусной инфекцией, предоставляющая опасность для окружающих. Влупили беглые пациентки административный штраф в размере 20 тысяч рублей и до сих пор были искренне убеждены, что бабуля еще легко отделалась. Если бы дело против нее возбудили по части 1 статьи 236 УК РФ нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшая угрозу массового заболевания людей, бабушка, попадись она менее гуманному судье, могла бы лишиться свободы на срок до двух лет. Вот в Новочеркасске недавно вынесли приговор сбежавшему из ковидного госпиталя жителю города. Приговорили таки к ограничению свободы. Мужчина обвинялся по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Будучи больным коронавирусом он покинул медучреждение и отправился на автобусе в Новочеркасск. За совершенное преступление его приговорили к трем месяцам ограничения свободы. А жительницу Перми, сбежавшую из красной зоны ковидного отделения, за нарушение законодательства суд оштрафовал на 15 тысяч рублей. Но погодите, эти люди действительно были больны и в самом деле распространяли опасную заразу, а наша надка совсем другое дело. Возразила я себе и снова престиженно сникла. Как оказывается, меняется точка зрения, когда смотришь небеспристрастно, как это положено судье. Чуть дело коснулось близкого мне человека, и я уже готова руководствоваться не духом и буквой закона, а собственными мыслями и чувствами. Эх, не зря великий шутник и затейник Бомарше говорил, заставьте судью рассматривать собственное дело, и вы увидите, как он начнет трактовать закон. Вот и я, выходит, не лучше. Но не оставлять же в самом деле пока еще здорового человека в рассаднике заразы. Наверняка на этот случай у медиков есть какие-то протоколы. Попыталась успокоить меня Машка, которой я позвонила с последними новостями, а заодно с собственными тревогами и сомнениями, но голос ее звучал не слишком уверенно. Сделают надки второй тест, убедятся, что она здорова и отпустят домой. А если не сделают? Сначала активно лечить начнут. Здоровую-то. Значит, надо, чтобы сделали. Ага. Я немного подумала. Тогда, получается, моя задача не в том, чтобы немедленно выкрасть сестру из госпиталя. Тут Машка в трубке поперхнулась, видимо, не ожидала от меня такого, а в том, чтобы как можно скорее добиться повторного теста, который покажет, что Надка не заражена. Да, но это звучит вполне здраво. Значит, все равно надо ехать туда, чтобы достучаться до тамошних медиков или искать какие-то выходы на них со стороны и сверху. С нажимом сказала Машка. Кто этим самым госпиталем руководит, знаешь? Главврач Сергей Сергеевич Коляда. Это я уже успела посмотреть в интернете. Видный ученый, академик, которого поставили руководить клиникой-госпиталем на полторы тысячи мест в ближнем Подмосковье. Аж полторы тысячи ковидных коек? Ого! Это же как полком в войну командовать. Уважительно присвистнула Машка. Но академика это хорошо, персона заметная, многим известная. Сейчас буду обзванивать наших, может, кто-то с ним пересекался. Не дрейфь, Елена, прорвемся. Боевая подруга отключилась. Я положила мобильник, вытерла о колени вспотевшие ладони и прислушалась к голосам детей в соседней комнате. Сашка из диванных подушек и одеяла сооружала на полу спальное место для Сеньки. Он поминутно пробовал полуфабрикатное ложе на мягкость, разваливая всю конструкцию, отчего процесс проходил шумно и весело. Между делом наш постоялец планировал грядущий день. А что у нас будет на завтрак? Я люблю блинчики с медом. У вас есть? Если меда нет, можно с вареньем или со сгущенкой. А зубы мне утром чистить или так сойдет? У меня щетки нет с собой. А в чем я завтра пойду? Ведь мои рубашки дома и учебники тоже. О, я придумал, как решить все проблемы. Просто пропущу завтра школу. Я тебя пропущу, повысила голос я. Пойдешь на уроки, как миленький. Утром сама отвезу тебя, а перед этим заедем к вам домой, чтобы переодеться и собрать портфель. Тетя Лена, ты что? Мне так совесть не позволяет. Сенька сунулся ко мне в комнату. Глаза честные-причестные, мордочка печально вытянута. Я не могу допустить, чтобы моя любимая тетя не выспалась, встала на два часа раньше, ехала на другой конец города. И все это только ради того, чтобы я сходил на какие-то уроки. Да гори она огнем, эта школа. Хороший мальчик. Сашка подавилась смехом. Добрый. Жалеет любимую тетю. И дорогую сестричку тоже. Хитрый поросенок обернулся к ней. Ведь если я пойду в школу, кому-то придется забрать меня завтра в два часа. У нас в пятницу короткий день. Этим кем-то станешь ты, моя милая Сашенька. Вообще-то в два часа я не смогу. Дочь перестала улыбаться. Мам, у меня работа. Машинально отозвалась я. Что ж, ничего страшного. Сенька издал протяжный печальный вздох. Побуду опять до самой ночи с охранником. Посижу на продавленном диванчике. Попью жидкий чай с засохшим печеньем. Все ж лучше, чем в темноте на морозе в пустом школьном дворе дожидаться. Вот паршивец, пробормотала Сашка. Я сейчас расплачусь. Нет-нет, не жалейте меня. Отмахнулся от непрошенного сочувствия мужественный мальчик. Я это переживу. Я справлюсь. Лишь бы только охранник дежурил хороший, не злой. А то есть у нас один. Рычит, как тигр лютый. А добрый дядя Федя поутру вахту сдаст и поедет устраиваться на работу в ковидный госпиталь. Там платят больше, чем в школе. Что ты сказал? Я подпрыгнула на месте. Вскочив, я подбежала к Сеньке и присела перед ним на корточке. Повтори. Повторяю. Не беспокойтесь обо мне. Я как-нибудь... Да не это. Что ты про госпиталь говорил? Перебила Сашка. А что про госпиталь? Юный артист заговорил нормальным голосом. Про него не я говорил, а дядя Федя. У него там друг в охране. Зовет дядю Федю к себе. Говорит, работы полно. Платят хорошо. А что? Мы с Сашкой переглянулись поверх вихрастой головы Сеньки. Дочь расплылась в торжествующей улыбке. Вот знала я, что телефончик этого дяди мне пригодится. Что? Ты взяла номер у какого-то дяди? Девушка никогда не должна первой. Вдруг активизировались бабушкины наставления, вбитые в меня еще в юности. Не смеши меня, мама. Сашка не стала слушать вековую мудрость. Я спросила номер, чтобы денег мужику перевезти. Он все-таки целый вечер бэбиситером работал. Кто звонить будет, я или ты? Она вытащила из кармана пижамы смартфон. Надо же, не расстается с этим аппаратом. Даже спит с ним. Что за беда? Я приготовилась выдать еще одно мудрое наставление, но отвлеклась на Сеньку, который ловко выхватил у сестрички смартфон и заявил, дяде Феде буду звонить я.